здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим о том что детство возраст замечательный конечно же но очень важно чтобы именно в этот период было особо внимание со стороны взрослых не только по отношению просто к своему ребенку но и коптика всем тем возможностям которые могут принести ребенку вред и что это такое как с этим бороться нам во всем поможет разобраться в этом константин чусов заместитель главного врача по медицинской части московского областного центра охраны материнства и детства здравствуйте константин ну вот кажется все логично папа мама даже если не полная семья там бабушка дедушка маленькие дети вот они должны ну буквально пылинки сдувать и вроде бы так происходит но берем любой интернет-сайт любое телевидение радио газету и обязательно почти каждый день мы читаем то либо ожог у ребенка то не приведи господи-господи выпал из окна просто какие-то травмы причем вот зачастую именно в доме происходит в бытовых условиях когда родители ну что называется я на секунду отвернулась и происходит вот почему все таки не удается ну искоренить эти все проблемы добрый день к сожалению детский травматизм искоренить полностью никогда никому не удастся по данным статистики за последние 20-30 лет отмечается приблизительно одинаковые цифры детского травматизма и к сожалению на это повлиять очень сложно если к каждый год до статистика конечно роста там и все это оценивается и цифры приблизительно одинаковые учитывая сегодняшние тенденции развития технологий но появление новых гаджетов и так далее и так далее отвлекающих от жизни спокойной я думаю что эта цифра будет только расти и к сожалению по нашей статистике я готовлюсь к этой передаче буквально сделал оценку наших госпитализации в отделении реанимации за два последних месяца и оказалось что тяжелыми травмами дети поступали канал в количестве 32 это разные травы и падения и дтп ожоги тяжелые ну и другие травмы ну дтп возможно это и не не по вине до ребенка или родителей а вот остальные так понимаю травмы это вот то что называется недосмотрели бытовая к сожалению бытовая травма занимает около 80 процентов в структуре всего травматизма то есть дети получают травмы вне дома 80 процентов на улице и 22 процента где-то так это в помещениях хорошо но вот у вас конечно такая сложная работа тут наверное надо иметь двойное или тройное сердце потому что одно дело когда взрослые ну люди понятно что всегда хочется помочь и так далее но все-таки другое понимание до другой подход а это дети которые какой возраст там примерно или весь этот детский к сожалению травматизм он не щадит никого от грудничков до и в грудном возрасте естественно это чаще всего падение с высоты бытовых предметов то есть падение с кровати со стола со стула и пеленального стола дальше когда ребенок начинает ходить передвигаться и отличается своей любознательностью до пяти лет это к сожалению падение уже с высоты падение из окон но мы об окнах поговорим еще тем более что тема да вот в последнее время до хотя бывают и такие случаи вот как буквально несколько дней назад в одном жилищном комплексе современном казалось бы в москве просто само окно выпало неожиданно без слава богу без кого-либо то есть такой вот есть если бы на него кто-то просто ну ну я не знаю там вырубали все дату но это такая уже строительная халатность я думаю там разберутся но мы знаем что и лифт может упасть да так то есть к сожалению но как говорится и кирпич может упасть на голову но это другая история мы говорим сейчас о том что называется как вы правильно сказали когда ребенок любознательный либо когда ребенок находится либо в наушниках все время до либо он все время находится в гаджетах и он переходит в этот момент дорогу и тут происходит дтп когда уже ничего нельзя сделать сожидану так как мы это конечно же искоренить не можем такова человеческая природа что делать тогда родителям вы знаете вы когда спрашиваешь у человека с какого ты себя возраста помнишь да кто-то там с 5 лет кто-то с двух лет говорят даже помнит хотя мне трудно себе представить но может наверное упасть со стола или с кровати но наверно все мы когда-то падали в какой-то степени где-то как-то но как не допустить этого как сделать так чтобы начиная вот ребенка с мамочкой собрали из роддома до привезли домой и чтобы не произошло этих заборышней поставить да к сожалению к сожалению человеческая природа такова что люди психологически стараются оттолкнуть эти мысли и думаю что со мной это человека может это случиться но только не со мной и к сожалению родители здесь в возрасте когда у ребенка до пяти лет возраст конечно родители должны быть всегда на чеку то есть голова на 360 голова на 360 конечно предотвратить это крайне крайне сложно но тем не менее родители должен понимать что ребенок с того момента когда он начинает ходить он может выполнить все что угодно поэтому взрослые люди естественно должны хотя бы минимальный набор защитных мер у себя в квартире создать это такой набор допустим блокировка оконных проемов отодвинуть мебель от подоконника чтобы ребенок не забрал возрасте до пяти лет ему было сложнее забраться на подоконник желательно детей не приучать смотреть в окна и ставить их ножками на подоконник считать галочек ворон и так далее а то начнет читать его тянется естественно вырабатывается вот этот условный инстинкт он хочет познать мир из связи своим любопытством тянется к окну к сожалению вот эти москитные сетки это сезонная травма люди открывают окна забывают забывают человек ребенок облокачивается летит и в принципе если у вас ребенок в доме есть до семи лет то необходимо минимальные какие-то вложения финансовые произвести для того чтобы закупить какие-то блокираторы сейчас они продаются во всех строительных магазинах отодвинуть мебель но естественно если вы проветриваете окно то в это время находиться рядом с ребенком никто не запрещает проветривать помещение это необходимо и нужно делать тем более когда маленькие дети в квартире но если вы проветриваете помещение пожалуйста будьте рядом с ребенком и смотрите что у нас делает на вроде бы не трудно но к сожалению до продолжается то есть примерно от как вы сказали мы тоже самое число но есть еще одно такое тоже традиционная да это заглатывание всяких предметов в уши в нос и так далее и ребенок особенно грудной там даже находясь в манеже например может что-нибудь засунуть себя мы об этом мы не будем знать а через день-два он начинает там кричать да ну что-то не только происходит этот травматизм бытовой к сожалению очень распространенной и ежедневно в наш стационар привозится все московской области порядка трех-четырех детей с инородными телами к сожалению дети когда они познают мир они не чувствуют свои опасности естественно в этом и производит заглатывание вдыхание и во все физиологические отверстия организма пытаются проникнуть инородными телами естественно чаще всего дети их заглатывают или вдыхают там где-то сделать проще ребенку нужно все попробовать на язык все это понимают прекрасно все тянут в рот и здесь естественно ответственность полностью ложится на взрослых на родителей потому что нужно четко понимать какие вы игрушки покупаете для какого возраста к сожалению родители при не бегают пренебрегают вот этими правилами и не читают инструкции второй момент важный конечно же наш рынок игрушки он не самый чистый наверное прозрачный и на рынке много фальшивых подделок и некачественных тогда материал и материалы и так далее но самое важно понимать что если на игрушке написано не рекомендуется ее использовать для детей младше трех лет или младше пяти лет то значит производитель знает что там есть мелкие предметы которые ребенок может пригласить или куда-то пристроить свой организм и и это не нужно делать поэтому если вы уже и хотите дать ребенку какую-то игрушку с мелкими деталями то нужно также смотреть на него все время наибольшую опасность в последнее время приобретают игрушки в которых имеются магниты их масса разных производителей разных цветов как говорится и машинки и другие другие игрушки к сожалению магниты они содержатся в большом количестве в этих игрушках погремушках и когда они ломают дети эти предметы и заглатывают к сожалению инородное тело в виде магниток с очень опасно и и часто приводит к тяжелым последствиям и осложнениям иногда родители думают что это выйдет естественным способом и не предпринимают никаких действий либо в других клиниках когда поступают такие дети с инородными телами за этими детьми наблюдают какое-то определенное время но к сожалению магниты примагничиваются уже внутри организма у них возникает пролежние полом органе то есть кишке и возникают риски перфорации и тяжелых осложнений то есть сейчас такой бум магнитный идет и конечно родители должны понимать какую игрушку они дают своему ребенку ну вообще тем игрушек это особо потому что они иногда даже запах такой что кажется что какая-то химия сложная да вот и огромное количество и даже на некачественных на там уже третий раз когда компания воруют друг у друга и это там написано что до 6 плюс 7 плюс надо понимать что на игрушки которые все-таки тоже нужно ну не пренебрегать эти это же маленькая такой просто посмотреть и подумать что может твой ребенок с этим сделать тем более в таком возрасте когда ребенок сегодня ему это надо пшана что там яркая завтра он принес забыл ему другой подавай то есть выбор игрушки естественно лежит полностью ответственность на родителях на родственниках и на братьях на сестрах что они дают как и игрушка сейчас делаем небольшую паузу напомню что у нас гостях константин чусов заместитель главного врача по медицинской части московского областного центра охраны материнства и детства буквально коротко вот родители вы стану сталкивались наверное с этим а они что они следят за своими детьми или вот им тоже действительно кажется что с ними то не произойдет это когда вот они приходят да в приемные покои так далее видите ли к сожалению мы сейчас с вами живем в том периоде когда детородный возраст людей это те дети которые родились в конце 90 90-х годах на такая свобода демократия и к сожалению мы видим что родители не всегда качественная и грамотно подходит не только к выбору игрушек или досуга ребенка но и к собственной жизни к сожалению с ним не мать и ярко говоря да и родители особенно более младшего возраста там 20-25 летней они еще сами можно сказать ну да у нас есть и продлили то 30 лет там по моему они любят читать в тик токе сидеть а уж там что-то прыгает пусть прыгает в наушниках и дают естественно ребенку такую игрушку что самое главное чтобы на них не отвлекал и мы это тоже видим то есть уровень осознанности уровень ответственность если у родителей очень низкий понят сейчас делаем паузу и вернемся в студию программы открытый диалог напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко у нас гостях константин чусов заместитель главного врача по медицинской части московского областного центра охраны материнства и детства завершили первую часть родителями понятно что масса есть инструкции красивых плакатов наверное каких-то даже сюжетов можно поискать тем не менее нигде же этому не не учат родителям не дают какую-то памятку как внимательно следить за своим ребенком вот все из роддома забрали теперь живите сами или есть что-то типа таких классов или ну мастер-классов как правильно за этим следить за ребенком я думаю что родители естественно уповают на образовательные учреждения либо дошкольные либо на школу и считают что они а то с края и до хата с края они отвели ребенка в детский сад или в школу и пусть этим занимаются учителя классные руководители директор школы есть да несут за это ответственность но к сожалению и домашнее обучение на бытовом уровне от матери к ребенку от отца к ребенку это очень важно и ребенок естественно лучше усвоить информацию если будет об этом говорить его мама папа постоянно на понятными музыки и думаю что будет правильно если на региональном или на федеральном уровне правительство российской федерации примет законы какие-то о повышении количества минут или секунд в виде рекламы в сми в интернете социальная реклама социальная реклама конечно это нужно вот как красную лампочку включать чтобы постоянно было напоминание у всех граждан про окно про плиту про окно закрою про мебель да 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 это же вроде несложно и не дорого и недорого но тем не менее об этом нужно напоминать как ну как что-то такое как обычно и важное да важно вот кстати школа садик понятно когда родители это наверно в двойне до страшнее потому что как бы ты тут рядом и вот а школа игры как ответственность на других да и мы вроде бы как отдаем и тем не менее и там происходят всякие неприятные события вот если например школа не углядела или садик не углядел вплоть до уголовного дела может дойти сложная грань кто отвечает за ребенка во время пребывания в образовательном учреждении все думают что конечно только учительница но учителю очень сложно уследить за 20-30 детьми особенно во время перемен когда все эти классы выбегает в общее не угонишься в общее помещение как за ними уследить естественно школа может быть в ответе если или детский сад или больнице в том числе если у нее открыто окно и не закрыто дверь не перекрыт какой-то кран вот такие как это сломалась да но уследить за каждым ребенком в школе это в принципе нереально так же как и в детском саду когда у нее по 20-30 детей мне кажется нереально когда один ребенок у одной мамы она за ним не может следить и поэтому когда случается такая трагедия или несчастные случаи в образовательном учреждении поверьте что одинаково сильно может быть даже и учителя и воспитатели переживают сильнее чем родители потому что они также чувствуют ответственность поэтому когда такое случается не нужно как говорится вину делить пополам и и родители где-то не рассказали как ребенку себя вести там или там ну и в школе естественно должны тоже за этим следить поскольку это их основная задача еще тема ожогов и тема ну там как я помню в детстве когда говорят что надо не вставлять пальцы в розетку но сейчас такие розетки что туда и не дотянешься но тем не менее можно найти можно находит до находят или например я помню мы грели этим нагревателем в ванну что тоже очень опасно вот и вот это вот тема огня тока напряжения вот много таких у вас вызов не вызовов а приходов так да в нашем стационаре существует единственное отделение ожоговой травмы и на всю московскую область она рассчитана на 45 коек и за только один месяц в это отделение поступило около 50 детей с ожоговой травмы любой степени это ожоговая травма жидкостью горячий пламенем открытым раскаленными предметами и так далее но чаще всего это жидкость кипяток и пламя костры бензин и так дальше и степени поражения естественно разная кого-то первой степени и есть крайне степени тяжести дети которые находятся в отделении реанимации сожалению на данный момент развитие человечества и цивилизации поменяли взгляды у людей поменялись игры у детей то есть если наше с вами поколение во дворе играла вышибалые казаки-разбудники то есть и даже футбол и даже футбол то сейчас почему-то молодежь играет в другие очень опасные игры они являются и токсикоманами они развлекаются методом поджигания своей одеждой и кто больше дальше прибежит в этой одежде то есть конечно самоуничтожая опаснейшие игры психологические моменты тоже есть то есть ребенок нуждается в какой-то помощи он хочет проявить какие-то лидерские качества или еще какие-либо той дорожки да но к сожалению выбрал путь другой и здесь также ложится большая ответственность на родителей вовремя поймать этот психологический момент у ребенка что с ним не так и попробовать его вывести на откровенный разговор естественно без всяких угроз на вы запугивание и так далее но каждый месяц мы смотрим что вот такие дети поступают с разных районов нашей области и к сожалению статистика продолжает ухудшаться то есть получается что у вас отделение немало это для московской области одно только такое отделение достаточно достаточно успеваем пролечить всех и показатели у нас очень неплохие кстати о ваших так как вы являетесь представителем целого вот этого направления очень важно понять что опять же такая ответственная работа для врача да который ну опять же со взрослыми ну да они могут там по-своему как говорится ныть что-то им не нравится хочу другого врача ну по разному бывает к сожалению бывали почти все в больницах знают как это происходит а тут дети причем детишки которые вот ну в таком в реанимационном состоянии особый персонал должен быть да кто эти кадры идут ли к вам работают люди что у вас за коллектив кадровый дефицит достаточно острая проблема для здравоохранения в последние годы он существует во всех регионах и субъектах нашей страны и в москве и у нас к сожалению тоже учитывая что медицина такая отрасль тяжелая психологически ответственно к сожалению молодежь не хочет работать сейчас в медицине и выпускающиеся медицинские работники я имею ввиду из училища средний медперсонал из высших учреждений не особо желают работать в медицине к сожалению это мы видим уже не один год это большая проблема для здравоохранения как отрасли в целом конечно люберцы в этом не отстают и тоже у нас есть кадровый дефицит но мы стараемся привлекать тем более министерство здравоохранения московской области и управа города люберцы помогает нам в этом помогают снимать квартиры молодым специалистам педиатрический стационар он отшлифовывает каждого врача и если он остается работать в педиатрии значит этот человек соответствует высокому званию педиатра ну вот мы плавно подходим к финалу возникает на мой взгляд очень простой вопрос может быть с которого нужно было начинать тем не менее человечество существует вот недели две назад мы перешагнули восьмимиллиардную уже отметку вот понятно что в разных регионах мира по-разному создаются семьи по-разному растут дети разное их количество разные условия и так далее но человечество продолжает существовать но почему нету какой-то самозащиты но я имею ввиду когда если мы не берем религиозную составляющую да а берем некую там математическую предположим схему почему человек так устроен что он будучи вот в маленьком таком возрасте все-таки подвергает себя этим опасно нету какой-то защиты не включается у него какой-то дополнительный не иди туда не делай а я за ним нужно следить как за маленьким ребенком почему нет у нас такой защиты к сожалению природа так придумывает человеческий организм и центральную нервную систему ребенок должен все узнать познать и на этом формируется его жизненный опыт и после этого формируется уже чувство опасности чувство ограниченности и так далее то есть мы не можем создать ему идеальные условия это эволюция идеальных условий никто никогда нигде не сдаст не создаст и поэтому это нормально когда ребенок лазит там где не нужно когда он травмируется когда он имеет болячки и синяки это нормально он должен понимать что если он будет бегать вот так или так упасть это будет больно это инстинкт самосохранения у него формируется он должен переболеть определенными инфекциями это эволюционно необходимо и часто болеющие дети это тоже нормально так формируется иммунитет у любого человека живущего на планете Земле поэтому естественный отбор он как был 2 миллиарда лет назад так он и будет но главное никто на него не повлияет но главное что если он упадет чтобы создать возможность чтобы он упал правильно правильно чтобы вот те возможности которые есть у родителей блокировка окна мебель передвиг перестройка перестройка мебели ограничение открывания окон смена розеток на безопасные обучение перехода по зебре исключительно посмотреть направо и налево в общем много еще вопросов так что мы еще я думаю встретимся большое спасибо константин чусов заместитель главного врача по медицинской части московского областного центра охраны материнства и детства желаем вам удачи всем вашим коллегам вашей профессии ну а программа открытый диалог завершена с вами был николай пельненко до свидания м 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